Первая Чеченская война Первая Чеченская война — это вооружённый конфликт между Россией и Чеченской Республикой Ичкерия в 1994-1996 годах. Основная цель её — взятие непризнанной республики Ичкерия под контроль России. Таких организаций было две. Основными причинами этой войны можно считать стремление Чечни к независимости и сепаратизму, желание России удержать в своих границах прежние территории, борьба с распространением террористических группировок. Предыстория войны В период перестройки в СССР стали интенсивнее проявляться сепаратистские настроения в республиках. Особенно явно это прослеживалось на Кавказе и в Прибалтике. В Чечено-Ингушской автономной Советской Социалистической Республике активизировался национализм. Так, в 1990 году был созван Общенациональный конгресс чеченского народа, «Обчен», который поставил перед собой цель выхода из СССР и установления независимости Чечни. Во главе этого встал генерал авиации советской армии Джохар Дудаев. 6 сентября 1991 года Дудаев обвинил Россию в колониальной политике и распустил республиканские государственные структуры. Тогда же его сторонники взяли под свой контроль стратегически важные пункты – телецентр, дом радио и здание Верховного Совета. При штурме зданий ранения получили около 40 депутатов, а председатель Грозненского городского совета Куценко был убит. Сепаратистами начались проводиться в республике погромы и захваты военных складов еще советского оружия. Сама по себе Чечня была на деле независимым государством, однако его не признала ни одна страна. Несмотря на наличие своей государственной символики, своих органов власти и конституции, государственная система Ичкерии была шаткой и за 1991-1994 года сильно криминализировалась. Регулярно совершались нападения на людей, похищения, захваты поездов, общие убытки от которых составили больше 11 миллиардов рублей. Кроме того, активизировалась работорговля и распространение наркотиков. Несмотря на то, что Дудаев не перечислял налоги в федеральный бюджет, Россия продолжала выделять на Чечню средства. В 1993 году между Дудаевым и Чеченским парламентом обострились противоречия, и 17 апреля Джохар Дудаев объявил о распуске парламента и Конституционного суда, что означало «государственный переворот». Не все одобряли этот государственный переворот. Северные чеченские районы менее всех подчинялись правительству в Грозном, поэтому именно там начала формироваться вооруженная оппозиция Дудаеву, которая начала борьбу с его режимом. Таких организаций было две. Комитет национального спасения, который провел несколько неудачных вооруженных мероприятий, и распался. После комитета против Дудаева выступил Временный совет Чеченской республики во главе с Автурхановым, который провозгласил себя единственно законной властью в республике. Этот Временный совет признала Россия как легитимную власть, поэтому помогала ему финансовыми, информационными и человеческими ресурсами. Именно между этим Временным советом и Дудаевским правительством развернулась Гражданская война. Силы Дудаева организовывали наступательные операции в Уруз, Мартановском и Надтеречном районах. Гражданская война велась с применением танков, минометов, артиллерии, что стало причиной значительных потерь с обеих сторон. Силы сторон были примерно одинаковые, поэтому ни одна не могла победить друг друга. 26 ноября произошел очередной третий штурм Грозного, но вновь оппозиционерам не удалось взять город. Во время операции сторонники Дудаева захватили несколько российских военных, которые выступали на стороне Временного совета. 1 ноября российская авиация начала бомбить аэродромы Калиновская и Ханкала, несмотря на то, что российские власти еще не объявили никакого решения. 11 ноября же Борис Ельцин подписал указ о мерах по обеспечению законности и правопорядка на территории Чеченской Республики. Таким образом, началась Первая Чеченская война.